13 августа в селе Дубровичи на закрытом пляже пройдет первый в истории Рязани фестиваль «Сопрано». Он соединит в себе музыку, спорт, семейный отдых. Подробности рассказали нам организаторы этого события – Дарья и Владимир Суворовы. Фестиваль зародился у нас дома. Мы долго думали о нечто подобном. После того, как несколько раз сами стали участниками подобных фестивалей. Ну, так как мы очень любим музыку, увлекаемся музыкой, увлекаемся физкультурой, решили все это соединить воедино и провести это где-то на нашей земле рязанской. Да, мы немножко поиграли словами, соединили слово «сап» как доска для плавания, соединили слово «ран» как слово «бег», ну и все это вместе превратило слово «сопрано» как певчий голос, но только на наш манер. Поэтому вот такое уникальное название получилось. Фестиваль будет и музыкальным, и спортивным. Вот сначала давайте поговорим о спортивной части, соревновательной. Что за соревнования, кто в них может принять участие? Так как за последнее время, за последние годы людей, которые стали увлекаться именно сапами, стало очень много, и мы сами стали замечать, приезжая на какой-то из любимых водоемов, большое количество людей на непонятных досках с веслом, с одним, что же это такое, нам стало самим интересно. Потом как-то эта волна дошла до нас, мы тоже обзавелись этой доской, стали плавать, стали замечать людей, которые уже более профессионально начали этим заниматься, выполняя всякие трюки, занимаясь спортом на этом всем. И нам стало интересно как бы этих людей тоже вовлечь в это во все, увидеть как бы их профессионализм, скилл, и тем самым привлечь их на наш фестиваль. Да, и новых людей тоже привлечь к этому всему. Да, мы знаем, что есть очень много активных людей в нашем городе, кто занимается спортом, и это даже не профессиональные спортсмены, это больше любители, те, кому не сидится на месте. И захотелось их всех объединить под нечто такое активное, спортивное, увлекательное, чтобы каждый присутствующий мог найти дело по душе, занятие по душе. Поэтому мы объединили и сабсерфинг, и объединили бег, и также объединили просто плавание в открытой воде, потому что у нас много пловцов на территории области, но на самом деле не так много каких-то соревнований, мероприятий, где можно проявить себя. И здесь даже дело не о каких-то наградах и призовых местах. Здесь дело именно о какой-то детской мечте, когда каждый хочет получить медаль. И вот здесь эта мечта может стать реальностью, потому что неважно, с какой скоростью ты проплывешь, пробежишь, ты все равно будешь награжден, ты все равно получишь свои аплодисменты, поддержку. И хотя соревнования, можно сказать, для всех желающих, для тех, кто просто любит спорт, не для профессионалов, организованы они у вас достаточно серьезно. Насколько я понимаю, будет система хронометража, как на настоящих соревнованиях. Дабы каждый участник чувствовал себя профессионалом, а не любителем, у нас будет система хронометража. Поэтому никому не удастся схитрить как-то, и в избежание всех спорных моментов мы поставили эту систему. Поэтому будет все очень серьезно. Стартовые арки, чипы, которые получают наши участники вместе со своими номерами спортивными. И потом на сайте у нас будет выложена полностью вся турнирная сетка с результатами всех участников. Так что мы решили все-таки добавить настоящей серьезности в эти соревнования, чтобы они таковыми и являлись. Основная наша дисциплина – это сопрано. Это одноименная с нашим фестивалем. Да, заключается оно в том, что участник сначала пробегает дистанцию по лесу, и потом у него есть дистанция на открытой воде, на сап-доске. Да, он сначала бежит, а потом плывет на доске. Ну, то есть дуатлон, как бы, две дисциплины в одной. Мы вот решили, почему бы и нет. Потому что и тех, и тех людей довольно-таки много, кто и бегает, и увлекается сапами. Ну, и в конце концов, это что-то новое, и вполне возможно, что именно такая дисциплина проживется, и будет как можно больше людей с каждым годом. Потому что нас, конечно, задело на то, чтобы это был не одноразовый фестиваль, это должен быть ежегодный фестиваль. Мы очень на это рассчитываем сами. Очень большая поддержка и очень хорошая огласка сейчас идет среди людей. Поэтому мы надеемся, что фестиваль будет жить, набирать обороты, набирать людей не только с Рязани, с Рязанской области, но и с других городов. Потому что мы сами ездим в другие города, участвуем в соревнованиях. Это все просто. Мест у нас на всех хватит. Да, мест на всех хватит. Природа у нас хорошая. Тем более аналогов подобного, наверное, фестиваля у нас и нет. Участники, которые переживают, что, например, не умеют плавать на сапе, они могут просто пробежать трейловую дистанцию на 5 километров. Это такая классическая дистанция, которая занимает немного времени. В принципе, даже любитель может преодолеть ее за полчаса. Я думаю, многие знают такое движение, как паркран. Не только в нашем городе, но и, в принципе, по всему миру. И здесь есть возможность как раз просто пробежать эти заветные 5 километров в окружении прекрасной природы, на свежем воздухе, немножко подзагореть и зарядиться настроением. Также отдельно мы сделали дистанцию, выделили сап-герлс. Это дистанция для девушек. Мы призываем... Там бежать не надо. Да, там бежать не надо. Здесь можно просто взять сап или свой, или взять в аренду. Наши партнеры фестиваля предоставляют сап в аренду для тех, у кого нет своего средства для плавания. Поэтому мы хотим, чтобы девушки все красивые, в купальниках, загорелые или не очень, но они загорят, мы уверены, после этого. Проплыли дистанцию на сапе в 1000 метров. Отдельно для профессиональных и для профессиональных спортсменов и любителей плавания на открытой воде это также 1000 метров дистанция. И, конечно же, самый милый и умилительный забег это детский трейл на 500 метров, который пройдет очень быстро, но мы уверены, что с поддержкой родителей это будет очень яркий момент нашего фестиваля. Так что дети также могут принять участие, мы рады всем. И на самом деле у нас даже нет какого-то минимального возраста, да? Ноль плюс. Да, можно даже на руках у своих родителей пробежать этот трейл. Ваши дети побегут? Обязательно. Ну расскажите, Маша, Федя, вы сами будете участвовать в забегах, заплывах? Да. Чем будете заниматься на фестивале? Я буду с подругой продавать украшения из бисера. Которые сами делали? Маш, что веселого будет еще на фестивале? Сладкая вата, еще разные кафешки там, еще будет аниматоров много. В общем, никто не соскучится? Как мы поняли от Маши и Феде, будет еще много разных активностей. Для тех, кто не собирается принимать участие в соревнованиях, чем будет заняться можно гостям фестиваля? На нашем фудкорте будут представлены всем полюбившиеся в нашем городе заведения. Наши основные партнеры по фудкорту. Которые разработали специальное меню для нашего фестиваля. Оно будет разнообразным, оно будет, наверное, даже доступным. Основная идея, чтобы тот, кто приехал на этот фестиваль даже с самого утра, не соскучился и у него ехал через пару часов, даже после своего забега или своей выполненной дистанции, чтобы он мог здесь отдохнуть, понежиться на солнышке, взять себе шезлонг и послушать хорошую музыку. Также, конечно же, зайти на фудкорт, попробовать какие-то вкусные напитки и блюда. Возможно, и не раз, потому что день длинный и если ты отдыхаешь активно, то, скорее всего, ешь ты также активно. Отдельная интересная часть нашего фестиваля – это крафт-маркет. Мы пригласили рязанские бренды, которые будут здесь представлены. Это и керамика, и мягкие игрушки, и украшения, и одежда. Поэтому здесь еще можно будет пошопиться и что-нибудь приобрести себе полезное и интересное также. И спортивная одежда, кстати. Да, конечно же. Если вы приедете и окажется, что вы вдруг забыли кроссовки, майку и шорты, здесь у нас будет представлен магазин «Спортшоп 62», где вы можете быстро все себе приобрести и ворваться на старт. Сразу. Сразу же. Вот. После того, как вы покушали и все у вас усвоилось, вы можете переместиться в зону активности, где будут представлены такие виды спорта, как питанг. Ну, многим она известна, как боча. Это и бокс, и функциональные тренировки от наших спортсменов. Это зона акробатики с зоны слэклайна, где можно будет походить на натянутых тросах, половить баланс, проверить себя под руководством инструкторов. Вообще мы заботимся о безопасности всех наших гостей, поэтому у нас будет дежурить служба спасателей и, конечно же, медицинская служба от наших партнеров, комплекс клиник. Поэтому мы за то, чтобы все чувствовали себя надежно и комфортно. И организаторы, и все гости нашего праздника, конечно же. Отдельно у нас будет представлен шатер с лекторием, где у нас пройдут йога-классы и выступления наших приглашенных спикеров. У нас будет интересный лекторий вместе с йога-классами от наших партнеров. Вы можете послушать лекции по семейной нутрициологии, лекцию про автопутешествия с детьми от Алексея Шипицына, директора лагеря «Звездный». И также лекцию о том, как пробежать свой первый марафон от Марии Емениной и Александра Еменина, именитоспортсменов. Сборной России по лёгкой атлетике, чемпионов Европы в горном беге и в марафонском беге. В общем, будет очень интересно, очень познавательно. И образовательно, к тому же. Ну и, конечно же, мы не забываем про детскую зону. Нам важно, чтобы наши гости могли сюда приехать с детьми. Поэтому мы позаботились о том, чтобы развернулся большой детский уголок. Во время забега можно оставить своих детей в детском лагере. И также можно оставить детей на мастер-классы, на различные занятия. У нас даже будет speaking club детский английский. В общем, целая куча различных вариантов, как можно себя развлечь в течение этого прекрасного воскресного дня. Надеюсь, солнечного, конечно же. Приезжайте все с семьёй. Всем будет очень интересно. Как зарегистрироваться и как попасть на ваш фестиваль и участникам, и просто тем, кто хочет поприсутствовать? Для этого у нас есть сайт, на котором можно зарегистрироваться и узнать полную информацию о расписании, посмотреть карту, где всё находится. Да, карту нашего фестиваля и также посмотреть весь список наших партнёров. И именно там же на сайте можно купить не только слот участника, но и входной билет. Поэтому это всё можно сделать вплоть до 13-го числа. Входной билет можно купить и 13-го числа включительно. Но только на сайте. Слоты участников у нас будут продаваться включительно до 12-го числа 23.00 по московскому времени. Потом продажи будут закрыты, чтобы мы успели подготовить пакеты участников, сформировать их. Мероприятие организовано при поддержке агентства развития туризма Рязанской области. Добраться до места можно как на личном транспорте, так и на бесплатных автобусах. От торгового центра «Круиз» до карьеры в Дубровичах и обратно будет организованный трансфер. Ну и конечно мы не забываем о том, что сопрано – это не только спорт, это не только сап и не только бег. Это музыка. Мы уже говорили про то, что мы любим музыку. Поэтому хорошая музыка будет сопровождать наших гостей весь день. Во всех зонах будет играть музыка. Будет играть хорошая, качественная музыка. От всех полюбившихся промо-групп нашего города. В общем, будет очень весело, интересно. А вечером будет вообще здорово и классно, потому что будут выступать уже группы джазовые и кавер-бенд. То есть это будет живая музыка? Да, живая музыка. Помимо электронной музыки, которая будет играть с двух сцен, у нас будет несколько сцен. На самом деле их даже целых три. Но мы не будем раскрывать всех интриг. Пусть лучше те гости, которые к нам приедут, будут приятно удивлены. У нас помимо промо-групп будут также играть известные рязанские приглашенные коллективы. 13 августа. Центр отдыха «Аквамарин». Фестиваль сопрано. Мы ждем вас. Приезжайте всей семьей, откладывайте все свои дела. Будет классно. Ждем вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова